Приветствую вас друзья на канале Чуча ТВ. Сегодня мы поговорим о очень интересном девайсе, который используется в 3D печати. Так называемый датчик окончания филамента. Разберем для чего он используется, как он работает и нужен ли он вашему принтеру. Основная задача этих устройств заключается в отслеживании обрыва филамента. Ну к примеру, вы запустили многочасовую печать и ушли по своим делам. Но может случиться такая ситуация, что филамент запутался и оборвался. В все это время принтер будет работать в холостую. Деталь не допечатается, вы потратите по сути электроэнергию, но результат не получите. Вот для таких ситуаций придумали датчик окончания филамента. Теперь давайте разберемся, что из себя представляют вот такие вот датчики окончания филамента, которые ставятся поголовно на все принтера. Вот так вблизи выглядит сам датчик. Здесь указана стрелка направления движения филамента и два отверстия для крепления на корпус принтера. Через отверстие вставляем филамент. Теперь снимаем верхнюю крышку. Датчик окончания филамента это обычный концевик. Когда филамент движется внутри, концевик у нас замкнут и подается сигнал на материнскую плату о том, что филамент присутствует. Если же у нас произошел обрыв, естественно, филамент закончился, концевик отключился и соответственно подается сигнал на материнскую плату, что филамента нет. Поэтому принтер сразу уходит на паузу. Благодаря такому простейшему механизму, вы естественно можете обезопасить печать от обрыва филамента. С одной стороны можно сказать, что датчики окончания филамента это действительно важное устройство для любого 3d принтера. Особенно это касается многочасовой печати, при которой может случиться все что угодно. Но мы должны понимать, что обрыв филамента это крайне редкое явление. По крайней мере в моей практике было всего лишь несколько обрывов за несколько лет. Чаще всего возникают так называемые пробки, когда филамент вообще перестает подаваться и стоит на месте. Деталь не печатается, принтер работает в холостую, расходуется электроэнергия. Так вот эти вот примитивные концевики, к сожалению, не могут отслеживать именно перемещение филамента внутри этого датчика. Но, как говорится, не стоит расстраиваться, потому что на замену уже давно разработали более альтернативные интересные решения. БТТ филамент Smart Sensor. Принцип работы устройства очень простой. Внутри находятся ролики, энкодер и оптодатчик. При перемещении филамента он отслеживает движение этого филамента. И каждые 7 миллиметров сообщает на материнскую плату, что филамент присутствует в этом датчике. Но у этого девайса есть главный недостаток. Он заточен именно под прошивку Marlin. При этом для его корректной работы необходимо внести некоторые изменения в эту прошивку. Включить перемещение 7 миллиметров, также включить продвинутую паузу, то есть внести некоторые корректировки. Ну и конечно не стоит забывать, что 99,9% всех принтеров, которые приезжают из Китая, идут с заводскими прошивками, не Marlin. А значит такой БТТ смарт-датчик вы не сможете поставить на подобные девайсы. Это тоже огромный минус. Но сегодня, друзья, я вам расскажу о новом девайсе от украинского кулибина Сергея Щеголева, который полностью избавлен всех этих недостатков. Ведь это устройство полностью автономно. Оно не зависит от прошивки, которая стоит у вас на принтере. Вот так выглядит набор, который мне прислал Сергей. Внутри у нас сам датчик. Видите, как хорошенько упакован, а также в качестве бонуса добавил еще и фильтр. Давайте рассмотрим поближе. В корпус вкручено два фитинга с обоих сторон. Здесь у нас идет вход, а это выход. Также присутствуют две кнопки Reset и Set. Обе эти кнопки нужны для того, чтобы можно было запрограммировать этот датчик на необходимое количество времени, при котором он будет срабатывать. То есть в отличие от смарт-сенсора, который передает на материнскую плату импульсы каждые 7 миллиметров, здесь у нас происходит передача импульсов каждые 7 секунд. Также в наличии идет провод, который мы подключаем к материнской плате или к проводам уже существующего датчика окончания филамента. При этом не забывайте соблюдать распиновку. Красный провод это 5 вольт, зеленый это земля и белый это сигнал. Точно так же, как и на заводских датчиках окончания филамента. Давайте открутим корпус и посмотрим, как устроено внутри. Здесь мы видим на плате управления две кнопки, светодиод индикации сигнала. То есть это у нас или красный, или желтый, или зеленый. Сигнализирует о том, в каком положении находится филамент. Также установлено колесико и оптодатчик, который считывает информацию. Если колесо у нас не движется, естественно подается сигнал о том, что у нас филамента нет и принтер уходит на паузу. При этом посмотрите, насколько все качественно сделано. Колесо у нас не люфтит, очень все жестко, хорошо посажено. То есть устройство не препятствует прохождению пластика, он легко движется. Но как вы уже поняли, чтобы добиться такой точности посадочных мест, качество изготовления того же колеса, внутренней геометрии, FDM печать использовать не получится. Качество будет не то. Поэтому автор этого проекта сделал все на совесть, на фотополимерном принтере. Точность его, конечно, в десятки раз выше, чем на FDM. И за этому однозначно огромный респект. Данный девайс я уже протестировал на трех принтерах. На летающем медведе, на Tronsix Y2 Pro, а также на Sapphire Plus. И самое главное, работает он исправно, без каких-либо нареканий. Некоторые из вас, конечно, спросят, а как же прикрепить этот датчик к вашему принтеру? Я, например, взял вот такую вот обычную алюминиевую пластину, прикрутил к профилю и приклеил этот датчик на обычный двухсторонний скотч. То есть, друзья, в отличие от BTT Smart Sensor, с этим датчиком не нужно производить никаких манипуляций в прошивке. То есть мы его крепим на принтер, с помощью проводов подключаем или к материнской плате напрямую, или к проводу от заводского датчика окончания филамента, но при этом соблюдаем полярность, о которой я уже рассказал. Красный провод – это 5 Вольт, зеленый – это земля, ну и белый – это сигнал. И на этом все. Наш датчик уже будет работать. При включении принтера индикация начинает гореть разными цветами. Синий – это готовность. Желтый, зеленый – это рабочее состояние. Зеленый – это постоянное движение филамента без прерываний. Если немножко прервалось, видите, загорелся желтый и снова зеленый. То есть желтый и зеленый будут частично меняться. Но это говорит о том, что все в порядке. Филамент присутствует, филамент движется. Но давайте остановим печать и не будем двигать филамент. Как будто у нас произошла пробка или, допустим, обрыв филамента. Индикация спустя 7 секунд меняется на красный. То есть датчик Сергея Щеголева говорит платье о том, что у нас проблема – произошел обрыв или пробка. И, соответственно, голова принтера уходит на паузу. Но если вы хотите перепрограммировать датчик на другое время, не 7 секунд, не 8, не 10, там 12, то вы можете это сделать с помощью двух кнопок – Reset и Set. Одновременно их зажимаем, при этом отпускаем Reset и держим Set. Обратите внимание, что индикация мигает за каждую секунду два раза желтым цветом. И, соответственно, мы отчитываем нужное нам время – 10, 11, 12. Отпускаем. И мы видим, что загорелось синим. Настройки сохранились во внутренний EEPROM этого устройства. От датчика окончания филамента до вашего директора желательно поставить вот такую тефлоновую трубочку. Так как я филамент ручную проталкивал, датчик у нас, видите, сработал. Поэтому, чтобы его сбросить, нажимаем Reset. Если вы используете поливинил пиралидон, он же ПВП или Повидон, то при нагреве там до 50 градусов не забудьте обновить поверхность. Кстати, еще раз хочу вынести огромную благодарность ребятам из Тефлотехнической лаборатории Харьковской специальной школы, которые предоставили мне вот это замечательное вещество. Сейчас мы видим, что печатается калибровочный куб. Если в процессе печати возникнет пробка, забивание сопла, датчик сработает и печать остановится. Но давайте вместе с вами сымитируем обрыв филамента. Для этого просто обрезаю филамент. И вот, пожалуйста, друзья, датчик у нас сработал. Принтер сразу выходит на паузу. Значит, проблему или с обрывом, или с пробкой. То есть он дает нам время исправить эту ситуацию. Вытаскиваем наш оборванный кусочек филамента и заправляем свежим пластиком. После этого обязательно делаем Reset. Ну и, конечно, в меню принтера нажимаем продолжить. Давайте остановим печать. А вот и наш калибровочный кубик. По оси X и по оси Y видна такая, видите, полосочка, но она не ощущается на ощупь. То есть продвинутая пауза отработала так, как надо. Ну и самое главное, что датчик окончания филамента тоже справился со своей задачей. Из всех датчиков, которые существуют сегодня на рынке, датчик Сергея Щеголева это лучший вариант, на мой взгляд. Потому что он более универсален. Он не требует вмешательства в прошивку. То есть его ставишь на любой абсолютно принтер с заводской прошивкой, где изначально стоял вот такой вот более примитивный концевой датчик. При этом можно перепрограммировать на то время, которое вы считаете правильным. Сергей продает этот девайс не только по Украине, но и за рубеж. Цена его порядка 20 долларов. Я считаю, что это адекватная стоимость за такое исполнение, качество и, конечно же, универсальность. Если кого-то из вас заинтересовал этот девайс, ссылки и контакты Сергея скину под видео в описании. Надеюсь, это видео вам оказалось полезно и интересно. Не забудьте подписаться на канал. До новых встреч. Пока-пока.